Друзья мои, сегодня мы будем говорить с вами о таком явлении как Нью Эйдж, это мировоззренческая такая концепция, которая претендует на роль нового идеологического, скажем так, движения, достаточно популярного и распространенного. На этом мы беседуем с нашими экспертами, преподавателями школы здравого смысла Владимиром Тукаченко-Гильдебрандт и Александром Семеновым. Пожалуйста, Владимир, слово тебе. Да, ну, прежде всего хотелось бы мне дать определение, что такое Нью Эйдж, поскольку вы этого определения нигде не найдете больше, ну, поскольку в эксправочниках это движение отмечено достаточно неопределенное и расплывчатое, вот такого как бы определения нет. Но мы сегодня поговорим, значит, об истоках этого движения, поскольку об истоках этого движения вообще никто ничего не говорит и ничего не пишет. Да, ну, в общем-то, говорят лишь о представителях, о ярких представителях этого движения, таких как Алиса Бейли, и якобы она предложила это название Нью Эйдж. Ну, плюс ко всему таких представителях, как многие индийские мастера, такие как Шри Аурабинда, с вами Виби Кананда. Ну, мы сейчас их всех постепенно, конечно же, затронем. Но истоки Нью Эйдж, они, конечно же, а, в эпохе просвещения 18-го столетия, и б, что гораздо важнее, чем а, это великая французская буржуазная революция. Стало быть, что такое Нью Эйдж? Я даю его определение, я надеюсь, это определение многим поможет, и, читая это определение, мы будем сразу же расшифровывать. Нью Эйдж – это комплекс гуманитарных и, естественно, научных знаний. И квазизнаний также, да? Ну, поскольку астрология – это считается квазизнанием в современном академическом понимании. И алхимия – это тоже квазизнание в современном академическом понимании. Позитивистская и релятивистская направленность. Ну, что такое позитивистская? Ну, известна философия позитивизма, представителями которой были французские философы первой половины девятнадцатого столетия, такие как Виктор Кузен и Ипполит Тен. То есть, это достаточно, в общем-то, ну, если выразиться в двух словах, философия о всем хорошем и против всего плохого. Вот. Она достаточно, с философской точки зрения, на мой взгляд, она достаточно скучная. А Ипполит Тен, конечно, был больше литературоведом интересным, нежели философ. Она рациональная такая. Это развитие картезианства, ну, уже не в своем основании, а вот на излете, скажем так. Релятивистская направленность. Что такое релятивистская направленность? Ну, это релятивизм прежде всего по отношению к религиям, да? То есть, значит, в чем он выражается? Что все религии равны и, собственно, значит, религия не имеет значения, допустим, для философии. Вот надо философствовать, и все будет хорошо. Кстати говоря, и неотомизм, это современное мировоззрение, философское мировоззрение римской католической церкви, она тоже подменяет религию философии. То есть, вот, значит, отменяет религию, и философия неотомизма, она становится, можно сказать, на место римской католического христианства. Об этом можно прочитать у многих неотомистов, кстати говоря, в том числе у Жильяра, значит, в том числе у Маритена, ну и других классиков этого направления, даже сановных римско-католических кардиналов и архиепископов. Значит, все эти знания характеризуются адогматичностью. Ну, что такое адогматичность? Да, вот, например, христианство – это адогматическая религия. Если мы знаем и читаем символы, то есть, символ веры, то вот основная догматика этого символомера вот у нас, у православных людей, она изложена именно в символе веры. Вот каждый день, когда читает христианин, православный христианин, символ веры, католики не знают символа веры практически, то он все догматы, произносит все догматы. А в этом комплексе знаний он адогматичен, то есть догматика не имеет никакого значения. Это выражается в таком вот афоризме, ну да, назовем афоризме Елены Петровны Блаватской, нет религии превышистины. Вот, кстати говоря, этот афоризм это и есть девиз New Age. Девиз New Age как мировоззрение, как квази, наверное, все-таки религиозного мировоззрения уже. Вот. И что очень важно сказать, что в основании, значит, всего этого комплекса знаний положен оккультизм, а теперь внимание, эпохи Возрождения. Оккультизм эпохи Возрождения. Ну, все понятно. Это когда во времена Ферра Флорентийского собора, совместного собора православной и католической церкви, в первой, третьей, пятнадцатого столетия, это время Кватрачента, начал возрождаться именно в среде римско-католического клира, епископата, начали возрождаться герметические знания, да. Первые переводы герметического свода, да, сделаны как раз римским, римско-католическим священником Марсилио Фичино, приближенным, кстати говоря, ко двору Казима, знаменитого банкира Казима Медича. Вот. То есть, вот именно оккультизм эпохи Возрождения. После Великой Французской революции этот оккультизм возрождается уже там не в виде, скажем, не в христианизированном виде, а в самом, что ни на есть, скажем, таком вот языческом виде в работах многих французских оккультистов. Их было не из числа, но один из них самый знаменитый, это, конечно же, Элифас Леви. И мы к нему вернемся, когда будем говорить об искусственном интеллекте. И, значит, характерно эклектическое сочетание для этого комплекса знаний, характерно эклектическое сочетание западных и восточных гностических традиций. Ну, понятно, с одной стороны, значит, это индуизм, индуизм в виде своих священных писаний, это Веды, это, конечно, Упанишады, это, конечно же, Ведантову. Итак, я еще раз зачитаю, чтобы было всем понятно. Я расшифровал. Нью-Эйдж – комплекс гуманитарных и естественно-научных знаний, квазизнаний, позитивистской и релятивистской направленности, характеризуемых адогматичностью, нет религии высшей истины, в основании которых положен оккультизм эпохи Возрождения и эклектическое сочетание западных и восточных гностических традиций. Вот, собственно, определение Нью-Эйдж, этой эпохи Нью-Эйдж, которую вы нигде не найдете, я вам впервые его дал, ну, просто-напросто я был хорошо знаком, участвовал в этих кружках, которые еще в 80-е годы начали появляться, еще в свои лейтенантские годы, и я, в общем-то, знал всех тех, кто начинал, значит, скажем, свою эзотерическую деятельность, ну, в том числе уже покойного, уже покойного, вот, забыл, соответственно, Головина, да, и, значит, с Дугиным я всего лишь один раз встречался, и еще, вот, Александр Горович, напомните, азербайджанец, значит, суфизмом занимался, и каббалистической традицией в исламе... Геда, 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 да, да, совершенно верно, вот, я тогда еще совсем юный все-таки прикоснулся ко всему этому, к этим именно кружкам, которые были вокруг дома академика Зелинского, его сына, значит, академика Зелинского, того, кто изобрел противогаз для русской армии, это Андрея Зелинского, вот, не Зеленского, а Зелинского, две разные вещи, вот, так вот, значит, когда это все появилось, и кто стоял у истоков? Ну, прежде всего, конечно, у истоков Нью-Эджа стояли два таких французских, титанических, можно сказать, фигуры, они недооцененные, это, прежде всего, Антуан Фабр-Доливе, переводчиком которого я имею честь быть, и его, хранитель его архива, женатый на русской графине Келлер, это Маркис Александр Сент-Ивдальвейдер, то есть он был хранителем архива Вантуана Фабр-Доливе. Значит, Вантуан Фабр-Доливе известен тем, что предложил именно космогенезис, который развила потом Елена Петровна Блаватская, в чем заключался его космогенезис, о том, что все современное человечество видит своих именно пяти рас, пяти рас, а не четырех, да? Мы знаем сейчас белую, черную, красную, желтую расу, да? Сюда добавлял еще Фабр-Доливе, это протосемитская голубая раса, то есть вот это древний Египет и протосемиты, Акада Вавилонс, Халдея. Вот, собственно, он, значит, говорит о том, что все эти пять человеческих рас, почему полигенизм у него или полигенетическая теория, они происходят, в общем-то, из разных источников, вот, ну, вот, скажем, высшие иерархии были насаждены вот на Земле и получили отправную точку своего развития. Сначала развивалась, значит, черная раса, потом на смену этой черной расы пришла красная раса, потом на смену этой красной расы приходит белая или, как он называет, кельта-арийская раса, ну, а затем уже будет рассвет желтой расы. Это по Фабру-Доливе. Я просто схематично вам это говорю. Вот, значит, именно сама концепция космогенеза, она была, как раз вот, она была заложена Антуаном Фабру-Доливе. А потом уже Блаватская совершенно, а потом уже Блаватская развила в первой части своей тайной доктрины, да, ну, в первой части своей вообще теософского мировоззрения. Вот. У него так и называется космогенез. Значит, затем все начинается, значит, как дальше двигался вот именно Нью-Эйдж. Дальше появляется среди французских оккультистов очень известный такой деятель, бывший аббат, аббат Растрига, это Элифас Леви, да, и он оставил, по-моему, если мне не изменяет память, около 20 томов, значит, по именно по каббалистической традиции, по магии, по египетской традиции. Ну, мы знаем, что в России еще до революции была переведена его книга «Догмы и ритуалы высшей магии». Откуда он получил эти рисунки того же Бафомета, источники нам неизвестны. Ну, вот этот Бафомет, вот как он его изображает, это козел, держащий вот свой посок Гермеса, значит, из перевернутой пентаграммы во лбу. Неизвестно он откуда получил, потому что до него этих изображений нигде не было. Возможно, он это в астральном мире, это ему было все дано. Кто его знает? Но это изображение нигде, не в средние века, оно нигде не фиксируется ни в одной из рукописей. Даже рукописи по черной магии. Вот. И, соответственно, его преемником во Франции был маркист Станислав Гуайт. Тоже выдающийся, значит, оккультист. Но маркист Станислав Гуайт, он, как и русский его собрат, который жил позже. Но, тем не менее, я считаю, что по интеллектуальному напряжению, по вообще, по мысли, значит, запечатленные. Он, конечно, выше всех многих других. Я имею в виду вот его книгу, значит, в нескольких томах «Змей книги бытия», редактором которого второго тома «Имею я честь быть», но он до сих пор, к сожалению, еще не вышел. Ну, вот так получилось. Что первым томом был, редактор первого тома был в Бозе почивший Владимир Корпец, всем известный, который написал Русь Мировееву. Я редактор второго тома, но этот том еще не вышел. И, собственно, это то, что касается Франции. В этот же момент, в это же время, да. Значит, Гуайта умер в конце 80-х годов 19-го столетия. Считается, что он умер от определенного энергетического удара во время магических поединков. Ну, это так считается. Вот, значит, кроме всего прочего, в это же время начинают работать в Европе индийские проповедники. Ну, проповедниками их, конечно, сложно назвать, но они привезли в Европу, в том числе и в Россию. Это конец 19-го столетия, именно восточное учение. В виде йоги, конечно, йогических практик, упражнений и так дальше и тому подобное. Это, прежде всего, с вами Вивикананда. И другие, там Рамакришна, там целый ряд был этих учителей. Я просто называю с вами Вивикананда как наиболее выдающегося, который оставил на английском языке свои интересные произведения. И, собственно, вот появление этих учителей, оно вносит, индийских учителей, оно вносит такие коррозивные процессы, коррозионные процессы именно в христианство. И это, кстати говоря, очень хорошо отмечено иеромонахом Серафимом Роузом в его книге «Православие и религия будущего». Вы посмотрите, он описывает тоже зарождение этого движения в Нью-Эйдж нового века, именно Нью-Эйдж, как религии нового века. И здесь, после Блаватской, после ее теософии, в Нью-Эйдж еще слова не существовало, но понятно, что это учение уже существовало. Это учение делает резкий крен на восток. То есть доктрины Веданты, доктрины Упанишат, Вет и вообще сакральной традиции Индии, индийского субконтинента. То есть это называется теософия, как один из, скажем, таких краеугольных камней в Нью-Эйджи. Это, конечно же, теософия. После Блаватской приходит ее ученик Рудольф Штейнер, всем известный. Вот Рудольф Штейнер пытается в своем учении примирить христианскую догматику с теософией. И он, значит, как бы синтезирует свое духовное звание, знание, которое… Ну, это теософия и христианство. Теософия плюс христианство, которое мы знаем как антропософия. Антропософия до сих пор существует, центры антропософов есть по всему миру, кстати говоря, и как теософов. В основных странах, значит, и есть у нас антропософы. С некоторыми мне еще в 90-е годы доводилось общаться. Но, значит, к сожалению, вот эти течения, они все-таки приобретают квазирелигиозную форму, кстати говоря, чего не хотели именно их учителя. Ни Блаватская, конечно, ни сам Рудольф Штейнер. Ну и, собственно, уже, да, значит, в начале 20-го столетия уже появляется такая фигура Нью-Эйдж. Ну, скажем, назовем ее это так. Наверное, назовем вот три фигуры уже нового в Нью-Эйдж. Это Блаватская, это Рудольф Штейнер, и это Алиса Бэйли, да, как три составные части марксизма, да, вот Алиса Бэйли, вот. Она как раз создала такую организацию Люци Страст. Давайте, может быть, портреты включим? Они вот ее портреты можно сейчас... Ну, включи, да. Ну, да, включи. Вот, она создала такую организацию, как Люци Страст и Школа Аркана. Демонстрацию экрана можно? Уже, да. И Школа Арканов. Изначально эта организация Люци Страст, она называлась Люцифер Красный. Понятно, да? Дело в том, что у многих теософов, в частности, у Блаватской, к Люциферу было иное, не несколько отношений. Значит, Люцифер – свет несущий, то есть несущий людям знания, да? Ну, вот как Прометей. То есть они так ее... Она, Елена Петровна Блаватская, так воспринимала эту драматическую фигуру, в общем-то, скажем, человеческой комедии всей. Ну, или трагикомедии, можно назвать. Так вот, что хотелось бы сказать. Дело в том, что вообще, скажем, кто исказил путь американского франк-масонства в 19 столетии. Это была такая фигура, как Альберт Пайк. Именно он внес элементы, скажем так, поклонения Люциферу в масонские ложи. То есть, если сейчас его, ну, я скажу, в общем-то, грандиозная работа, ну, может быть, для кого-то она покажется скучной, скучноватой, потому что она посвящена толкованию франк-масонских ритуалов, вот, ну, с первого по 33 градус, да? Но, тем не менее, вот даже в том виде, в каком это называется морали догма, да, появляется догма, вот, интересно, да, поскольку масонство всячески себя рекламирует как адогматическое течение, вот как мы сказали, да, вот как и Нью Эйдж, это все-таки адогматич. Но здесь уже у Альберта Пайка появляется мораль и догма древнего и принятого шотландского обряда, куда он вносит как раз элементы поклонения Люциферу. Там это видно по тексту. Даже в нынешнем переводе, в хорошем переводе Евгения Кузьмишина, который вышел в издательстве Ганга, по-моему, он выходил с 2008 по 2011 год. Все эти тома, получается, это три тома, три или четыре тома, надо просто посмотреть. Там это все видно. Значит, и более того, видно, даже ощущаешь на русском языке те фрагменты, где текст был действительно купирован. Другое дело, что к изданию, полному изданию Альбертка Пайка догмы и ритуалы, догмы и ритуалы, ритуала древнепринятого, морали и догмы, да, морали и догмы древнего и принятого шотландского обряда. Это издание полное только от 1926 года. Мы не найдем, потому что его практически нет. И говорят, вот там, значит, весь текст у него, вот этих толкований, он написан без купю. Таким образом, таким образом, как мне представляется, что вот Алиса Бейли, она как раз попала под, соответственно, под влияние с одной стороны Блаватской, а с другой стороны Альберта Пайка. Вот почему она рассматривала Люцифера больше как положительную фигуру всей драмы мировой истории, да, вот, а христианскую троицу рассматривала в индуистском виде. Да, вот Алиса Бейли, значит, изначально ее организация называлась Люцифер Траст, потом сменили, это стало Люцистрат. Кстати, эта организация до сих пор существует, и достаточно успешно существует. И что здесь хотелось бы сказать, конечно, значит, вы многое прочитаете о Алисе Бейли, вы многое прочитаете, и есть о ней большая литература и в сети, а я хотел бы сказать, что, в общем-то, можно назвать вот эту организацию Люцистрат или изначально Люцифер Траст, как ту организацию, которая явилась одним из протагонистов сначала Лиги Наций, а потом Организация Объединенных Наций. Более того, интерьер внутри, такой вот, скажем, квази-мистический интерьер внутри Организации Объединенных Наций, там и краеугольный, камень, это все как раз выполнено в стиле как раз с одной стороны Нью-Эйджа, а с другой стороны вот этой организации Люцистрат. Но, тем не менее, конечно, дама была, она была английская аристократка, она была очень деятельной дамой, оставила по себе много книг, вот, кстати говоря, основная масса этих книг, они переведены на русский язык, во всяком случае, трактата Семи Лучей, это ее Семи Луча, кстати говоря, да, если мы обратимся к тому же императору Юлиану Отступнику, то у Юлиана Отступника это бог Семи Лучей, да, вот, но у нее, у Алисы Бейли это трактата Семи Луча, то есть понятно, что это не случайное совпадение, и что, в общем-то, она в своей работе основывалась тоже и на трудах знаменитого императора Митроиста Юлиана Отступника, вот, да, вот, кстати говоря, вот эта фотография, прошу обратить внимание, вот эта фотография непонятна, фотография ли это, картина ли это, на самом деле невозможно найти, ну, скажем, кто-то говорит это фотография, кто-то говорит это картина, кто-то говорит, что это картина сделана из фотографии, но здесь как раз, значит, Елена Петровна Блаватская, она как раз в компании знаменитых учителей человечества, это справа, это граф Сен-Жермен, в центре это Махатма-Мория из знаменитого Великого Белого Братства, а слева, слева, сейчас я, значит, это, по-моему, Николя Фламель, знаменитый французский, знаменитый французский алхимик, да, в общем-то, тоже, якобы, как и граф де Сен-Жермен, путешественник во времени, да, ну, его, кстати, эту фигуру, Николя Фламель, его считает, кстати говоря, и графа Сен-Жермен, его считает одной личностью с таким знаменитым французским алхимиком 20-го столетия, как Фулканелли, может быть, слышали, но если кто не слышал, я думаю, мы сделаем и по Фулканелли передачу, потому что он заслуживает особо, конечно, чтобы о нем поговорить. Вот непонятно, то ли фотография, то ли картина, ну, источник найти практически сложно и невозможно. Было ли это на самом деле? Либо это какое-то телепатическое проявление на нашем плане, да, вот, ну, тем не менее, вот, такой артефакт существует вроде, есть какие-то оригинальные фотографии, в общем, все это покрыто тайной, действительно, вот именно судьба этой фотографии. Да, так вот, сейчас, по сути, да, ну, если мы говорим о таких деятелях, как Гурджиев, между прочим, ну, это тоже, он представитель Нью-Эйджа, да, потому что его школа Гурджиевская, школа, институт гармонического развития человека, он же, это же никакая не религиозная организация, да, он там давал определенные знания, которые он почерпнул в суфийских орденах Востока, вот, суфизм он вообще, кстати говоря, с исламом не связывал, это было понятно, но он давал эзотерические знания, как бы, передавал через искусство танца, вот, ну, конечно же, он имел огромное влияние, и в этой связи, между прочим, мы можем рассматривать, я сейчас скажу такую, может быть, еретическую, а может быть, новаторскую мысль, в этой связи мы можем рассматривать и марксизм, кстати, большевизм, и германских фашизм, как проявление двух полюсов вот этого времени Нью-Эйдж, потому что все буквально, значит, марксистские протагонисты в России, значит, основоположники, ну, такие, как, допустим, значит, скажем, революционер, народоволец Николай Морозов, это все были оккультисты, понимаете, в чем дело, все интересовались и занимались оккультизмом, начиная с того же Троцкого, который, кстати говоря, в оригинале читал того же Ильфаса Леви, Аббата Растригу, и пользовался его знанием. Это известный факт. Я уже не говорю о других, да, я уже не говорю об оккультном отделе НКВД и, собственно, Глеб Бокев, он же входил именно в коллегию сначала в ИЧК, ОГПО, а потом уже на позднем этапе НКВД. Ну, понятно, он был репрессирован и расстрелян как враг народа, но, тем не менее, это существовало целое оккультное, скажем, исследовательское организм, кстати говоря, как Анненерб у немцев. Все это можно рассматривать как явление Нью-Эйджа, в том числе и, конечно же, самого Рене Генона, о котором мы делали передачу. Дело в том, что вот в таком большом течении как Нью-Эйдж и захватывающем собой, как мы видим, и идеологии, и квазирелигиозные воззрения, и философию, и эзотерику, и оккультизм, конечно, есть разные течения, в том числе, конечно, интегральный традиционализм Рене Генона можно рассматривать как одно из проявлений тоже Нью-Эйджа, поскольку к интегральному традиционализму сам Рене Генон пришел через восточные практики, я особо подчеркиваю, через восточные практики йоги и веданты. То есть, понятно, он потом стал суфием и каирским шейком, но это было потом. Изначально он начинал с этого, эзотерическое христианство и индийские доктрины. Собственно, это доктрина адвайты, что его адвайты, это недвойственности, да, что его привело в конце адвайта веданта, его в конце концов привело к исламу, но суфийскому исламу особо подчеркиваю, это не ортодоксальный ислам. Поскольку, насколько сегодня известно, что, в общем-то, в Турции, несмотря на то, что это страна демократическая, со стороны ортодоксального ислама, в общем-то, в отношении суфиев ведется борьба, хотя они разрешены в 60-х годах, суфийские ордена, тот же орден Бекташи, те же орден Мевлеви в коне у них, но сейчас, к сожалению, понимаете, в чем дело, сейчас, к сожалению, традиция была прервана, а вот в той же коне, там вот священные танцы суфиев, но сейчас это приобрело, увы, коммерческий характер, но тем не менее, да, и это тоже можно отнести, это тоже можно вот сейчас в нынешнем выражении можно отнести к Нью-Эйш, что получается на выходе, Александр Городович, на выходе мы получаем огромный супермаркет, огромный супермаркет, ну, как магазин, допустим, путь к себе, вы знаете, да, которые вот эти магазины, они процветали в конце 90-х, в начале нулевых, ну, и сейчас, наверное, отдельно из этих магазинов существует, как путь к себе, белый облаков, где можно найти в этом магазине все, допустим, да, тут можно найти пожалуйста тебе и по мистической традиции в исламе, индуизм, пожалуйста, веданта, пожалуйста, махабхарата, пожалуйста, эллинское язычество, да ради бога, христианская эзотерика тоже, вот, собственно, вот, что из себя представляет, то есть, в определенном смысле, вот сейчас, вот, нью-эйдж, он уже отдалился от своих, вот, протагонистов, вот таких, как, фраза Франца Гартмана, надо, конечно, упомянуть, это тот человек, который возродил знания в Германии и вообще в англосаксонском мире, поскольку он был англо-немецкий, теосов, он возродил знания об алхимике, знаменитом алхимике, то о фрасте парацельсе, да, вот, кстати, тоже ему можно будет в перспективе, о его предсказаниях о России можно будет посвятить передачу, то есть, конечно же, сейчас, вот, они отошли по многим позициям и превратились, вот, весь нью-эйдж превратился в такой вот большой супермаркет, ну, вот, например, кому что, да, кому нужны там устрицы, кому чипсы, да, пожалуйста, то есть, это вот, профанация такая вот произошла, и, собственно, ну, у нас, я вижу, в общем-то, как и везде, как и в Америке, как и в других странах, ну, в общем-то, это плюс ко всему еще и коммерческий проект, да, ну, на основе этого коммерческого проекта, конечно, могут себя пиарить там какие-то вот такие, даже злостные организации, такие, как, например, орден восточных тамплиеров, тамплиерам это никакого отношения не имеет, созданные Алистером Кроули, это такая вот магическая, квазимагическая организация, вот, где практикуют, непонятно, что они практикуют, но слава о них худая, и молвы о них много, вот, здесь у нас в России существовал такой Клуб 93, на основе которого, в общем-то, и возникла эта Кроулианская организация у нас в России, здесь есть все, от буддизма в Ажраяны до, ну, до всего, до эзотерического христианства, кстати говоря, еще одна дама, вот она как раз Теосовка и автор книги эзотерического христианства, она, она же была членом, она же была, она англичанка, но она была председателем, входила в высшую иерархию Индийского национального конгресса, запамятовала, потом скажу, собственно, вот о чем мне хотелось сказать, да, и сюда же можно как раз отнести и немецкие оккультно-мистические течения, представленные, собственно, и Ариасофией, и Горбегером теорией пола земли, да, и новой истории, и, кстати говоря, особо подчеркну, альтернативная история, вот все альтернативщики, это тоже часть движения вот этого Нью Эндж, вот, ну, считается, что это движение Нью Эндж, оно ведет вот такое вот разнонаправленное, догматическое, где-то кристаллизующиеся в виде даже секты, да, в виде каких-то уже более догматических движений, оно, значит, должно привести по мысли Алисы Бейли именно к мировой универсальной религии, то есть, ну, то, что, ну, скажем, для христиан это религия антихриста, ну, видимо, все-таки мы идем по этому пути, ну, посмотрим, вот, что я хотел бы сказать, Александр Георгиевич. Спасибо, дорогой, большое. В общем, компот у нас получился такой, понятный, сухофруктов, где в качестве сухофруктов присутствуют различного рода философские, теософские и прочие течения. Александр, вы нам что-то хотели добавить или нет? Ну, верно, раз пригласили, то обязательно добавлю. Считаю, что эта беседа получилась очень-таки интересной. Она такая стартовая, действительно, очень много кобразных течений, был дан великолепный обзор, и слушатели могут из этих наиболее образом интересуют и углубить свои знания. Безусловно, мы надеемся, что с Владимиром сделаем еще ряд передач по каким-то течениям, которые будут наиболее интересны слушателям. Ну и поскольку мы с Владимиром договорились, скажу буквально пару слов, чтобы мне, как к текущему исследователю ДНК, действительно, мне очень много помогает, потому что есть люди, которые реально интересуются описаниями оккультистов, теософов начала 20 века по поводу северной прародины, по поводу эндоевропейского родства, по поводу истоков знаний на Востоке. Безусловно, люди хотят искать свои дневные корни, причем те корни, которые были на глубине 4-5 тысяч лет тому назад. И безусловно, поскольку ДНК-индустрия накапливает знания, безусловно, тем людям, которые вдохновлены Нью-Эйджем, иногда можно дать какие-то реальные ответы. Например, действительно, если легенда о северной прародине Индариев была еще в начале 20 века просто легендой, то с доскональным изучением ДНК фатяновской культуры, в общем-то, стало понятно ее обоснование, в общем, стало понятно, откуда ноги растут, и действительно, люди начинают получать из научного знания какие-то вот ответы на определенные вопросы, которые были теософами, мистиками еще в начале 20 века поставлены. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам, друзья. Интересная передача. Столько понакидал ты этих самых как-то крючков для... Да, для... Я единственное хотел, что добавить, Александр Городов. Слушатели, чтобы будет интересно продолжить эту тему, да. Да, это надо обязательно продолжать, потому что мы входим вот в тот период, о котором Ванга говорила, что все религии падут. Видимо, Нью-Эйдж, это точка падения этих религий, потому что религия, скажем, секуляризирует, как римский католицизм, она приобретает очертания Нью-Эйджа. Кстати говоря, вот Александр затронул вопрос о северной прародине, о чем говорил, кстати, писал, о примордиальной традиции, о чем писал Рене Генон, в общем-то. Ну вот, действительно, один из, кстати говоря, один из тоже основоположников Нью-Эйджа, это был Брахман Тилак такой, который и написал арктическое прародину, про происхождение индоариев и всего учения индоариев как раз вот с русской равнины. То есть, это им было написано еще в конце 19-го столетия. Он, естественно, знал всех русских эндологов, он, естественно, знал всех, был знаком с европейскими теософами, но и писал, конечно же, на английском языке, его книги расходились в больших экземплярах. Тогда это его концепция была признана ложной, ну, кстати говоря, она до сих пор в академических, особенно наших, кругах, которые остаются постсоветскими, ну, традиционно постсоветскими остаются, я не говорю, что это плохо, она считается как бы ложной, но вот новые исследования, новые исследования именно уже в новых отраслях знаний, такие как биохимия, ДНК, нам говорят о том, что концепция-то его, она на самом деле настоящая, истинная, вот о чем речь. То есть, не все, дело в том, что не все в Нью-Эйдже, понятно, в Нью-Эйдже очень много наносного, очень много, в общем-то, люциферианского именно, да, мы можем здесь вспомнить и такую фигуру, как Менли Холла, это тоже один из лидеров Нью-Эйджа, но действительно, ведь потрясает, с другой стороны, потрясает масштаб этих личностей, да, то есть, мы мало знаем, да, возможно, он как мистик левой руки, да, то есть он, но тем не менее, надо знать, изучать, чтобы, прежде всего, не подпадать под влияние, а брать только хорошее, брать только Динона, брать только Головина, брать только Дугина, ну, в этой парадигме работать, все, я сказал. Очень, очень оптимистичный финал, спасибо большое, друзья мои, всего вам доброго, счастливо, до свидания и до скорой встречи. Счастливо, до свидания. Пока-пока. Пока.